Пожалуйста, сегодня замечательный вечер, когда мы можем собраться как Церковь пред Лицом Божьим. Сегодня в нашей, ну не только в нашей традиции, но и вообще по всему миру люди говорят, что сегодня чистый четверг. Это четверг, тот день, который отмечен во всех четырех Евангелиях, когда Господь Иисус Христос был своими учениками в канун своих страданий. Особенно подробно об этом говорит Иоанн, где он описывает в деталях все эти события, которые произошли. И я хотел бы вкратце, не открывая Священное Писание, напомнить вам. Помните, когда Господь взял умывальницу, налил туда воду, ученики были, и он начал омывать ноги им. И когда дошла очередь до Петра, помните, Петр как сказал, Господи, не умоешь ног моих вовек. И Господь ответил ему, тогда не будешь иметь со мной части. На что Петр сказал, Господи, не только ноги, но и головы, руки. И Господь говорит, а мы тому только ноги, потому что сам весь чист. И вот, конечно, кто-то может быть думает, что в этот день нужно там у дома убраться и так дальше. Но я верю в то, что прежде всего вот эти все события, вот этот день, который мы сегодня отмечаем, это касается нашего сердца, блаженное чистое сердце. Как важно нам быть... А кто такие чистые сердца? Это только те, которые омыты кровью Христа. Это те, которые получили прощение Божие. Они омыты кровью Христа, поэтому сердца их чисты. Но в рамках культуры иудейской это была высшая степень уважения. Когда человек приходил кому-то в дом, ему омывали ноги, ему оказывали огромную честь. Это высшая степень и честь, которая была оказана. Но сегодня я хотел бы зачитать вам из 23 главы Евангелия от Луки. И эти события записаны во всех евангелистах, и они имеют такую, знаете, атмосферу драматическую. Потому что здесь подробно описаны все в деталях события, которые связаны, как Господь наш страдал. И страдал он начал уже в Гефсиманском саду. И вы можете себе представить вот эту картину, когда Иисус после вот этой вечери, когда он умыл ноги ученикам, когда он Петра предупредил, что с ним произойдет. И когда его взяли и его отвели. Вы помните, до этого он был в Гефсиманском саду и молился. И можно только себе представить атмосферу этого сада. Мы как-то очень давно, путешествуя по Израиле, были там. И вот эти оливки и деревья, такой, знаете, необычной формы. Гид рассказывает, что вот это именно те деревья, сохранившиеся, и представляет собой Гефсиманский сад. Это такая национальная гордость Израиля. Особо охраняемый памятник. И предполагаемый камень, где Иисус Христос молился, там сейчас стоит такой храм. И вот гид рассказывает, скорее всего, там атмосфера такая создана, знаете, полумрак, ночь, что именно здесь Иисус молился. И Библия говорит, что капли пота падали с его лица на землю, и это были капли крови даже. Это состояние, многие теологи объясняют, это место священного писания, состояние человека в такой сильнейшей, высшей степени борьбы. Вот Иисус молился в этом ночном Гефсиманском саду. Мы не знаем всех подробностей этой молитвы, но Он там молился всю ночь. Это накануне Его страданий. Это перед самым главным делом Его жизни, где Он молился за нас, за тебя, за меня, за весь человеческий род. Иисус Христос – это тот, кто повлиял на все поколения. Мы церковь, мы дети Божьи, а мы, ты кровью Христа, свидетели этого. И вот эти события, они развиваются. Иисуса взяли, когда Он молился после Гефсиманского сада. И если вы будете подробно изучать вот эти все последовательные моменты в жизни Христа, которые я назвал, и вы найдете это в Ветхом Завете. Иисус представлен пред Богом Отцом как жертва. Он в одном лице и царь, и священник. И Он молится, и Он же жертва. И Он – это святая причистая жертва. Если вы будете изучать священное писание Ветхого Завета, то каждая жертва и те все жертвоприношения, они указывают на Христа. И вот мы переносимся в 23 главу, и здесь записано 33 стих. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, другую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, отче, прости им, ибо они знают, что делают». Он не молился, я прощаю их. Он имел право так молиться, но Он говорит, прости им. Он молится, как истинный пересвященник. Он не молился такой молитвой, когда Его ранее хотели сброситься с скалы. Прости им. Но Он совершает вот эту пересвященническую молитву, когда, будучи на кресте, и до этого Он прошел бичевание, Его тело было разодрано. Не секрет, что это была ужасная, страшная пытка бичевания. Бич, которым бичевали Христа, на конце вот этих кожаных плетей были камни, свинец. И вот историки, они рассказывают, что человек был обезображен в высшей степени, это было месиво. Его руки были связаны, его привязывали к столбу, спина его была натянута, мышцы натянуты, и этот бич разрывал плоть до такой степени, что иногда обнажались почки у человека. И вот в таком состоянии Он находится на кресте и совершает вот эту молитву. Прости им, ибо не знает, что делать. Он не говорит ничего в свою защиту. Он не жалуется Богу, Отцу Своему. В этот момент Иисус является, знаете, как пряности на Востоке, когда их разламывают, и они издают самый лучший запах. И вот Он, Сын Божий, будучи разломлен физически, возносит вот эту молитву. Да, конечно, Моисей молился, ходатайствовал. Стефана, когда побивали камнями, Он молился, но все они равняются на Сына Божьего. Он является истинным пересвященником, Он является истинным ходатаем. Вот я бы хотел сегодня, друзья, вкратце поговорить о содержании этой молитвы, когда Иисус говорит, прости им. И, казалось бы, в тот момент Он словно ищет в тех, кто Его распинал, вот этими словами, как будто найти что-то, что можно, ну, оправдать чем-то их можно, то, что они делают. И как будто Он поискал и не нашел ничего, что можно было сказать в их оправдании, и Его молитва складывается таким образом, прости их, ибо не знают, что делать. Вот первый момент я хотел бы указать, друзья, на вот это неведение, на наше с вами неведение, в котором мы долгое время жили, не имея вот этой истины. Насколько она опасна и страшна, неведение, когда люди умирают, и они относятся к Библии как к святыне, но они не читают ее, не живут по ней, и они погибают в своих грехах. Это самое страшное неведение. И Господь говорит о тех, которые распинали Его, это были иудеи. Мы знаем, какие события предшествовали. Помните, казалось бы, как можно быть в атмосфере учеников, в обществе с Господом, Иуда стал предателем. Как можно? Иуда стал предателем. Он пришел к священникам, говорит, что вы дадите мне? Они говорят, ну, давай мы тебе дадим 30 монет серебряных. И он согласился и охотно пошел, чтобы предать Господа Иисуса Христа. И потом мы видим, когда Иисус уже перед Пилатом стоит, когда Его привели сначала во двор первых священников, и потом, когда там били Его, обзывали Его, потом привели в дом Пилата, иудеи по своим законам не имели права на смертную касть. Римская власть только имела право давать разрешение на смертную касть. И мы видим, как Пилат неохотно, он несколько раз предлагал им пути решения, и как он неохотно идет на то, чтобы Иисус был распят. И когда он обращается к Иисусу и говорит, ты слышишь, как много свидетельств против тебя? И иудеи составили сговор, его обвинили по трем уголовным статьям того времени, а именно в которых человеку очень сложно отмыться. Бунтовщик назвал себя царем и обещал свергнуть власть. И они требовали от Пилата решения, и Пилат говорит, ну давайте отпущу вам Вараву, ой, Иисуса накажу и отпущу. И там был еще Варава, преступник. Они говорят, нет. Евангелист Иоанн говорит, если ты этого не сделаешь, то ты не друг Кесаря. Представляете, чем они апеллируют? То есть Понтий и Пилат, который был поставлен императором, они, другими словами, немножко его шантажировали. То есть мы пожалуемся императору, что ты не заботишься и ты не исполняешь свои обязанности, как прокуратор здесь, в иудейской провинции, ты не друг Кесаря. И Пилат обращается снова к Иисусу и говорит, ты слышишь, что они тебя обвиняют по таким тяжелым статьям? Иисус молчал. И Пилат немножко в таком замешательстве. И казалось бы, уже Пилат, наверное, чувствовал, что какая власть перед ним. Потому что Иисус молчал, даже не отвечал ему. И он говорит, как бы напоминая своей власти, ты знаешь, что я имею власть преда тебя на распятие. Иисус говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Мне кажется, у Пилата там немножко коленки задрожали. И тот факт, что он там умывал руки, знаете, казалось бы, Пилат, ну кто тебя за язык тянет? Зачем тебе оправдываться? Ты же все правильно делаешь. Нет. Перекладывает вину, ответственность. Вот вы это решили, вот пусть это на вас будет. Я невиновен в крови сего праведника. А иудеи, пусть кровь его будет на нас, на наших детях. Через 70 лет они заплатили за это, когда римляне пришли, разрушили храм, разрушили Иерусалим. А Пилат почувствовал, какая в нем власть. Даже его молчание привело Пилата в замешательство. А Иисус, как агнец пристригущем, и стоит. И он молчит. И не открывал уст своих. Он отправляет его к своему коллеге, к первосвященнику Каяфе. А тот хотел, ожидал там какого-то чуда увидеть. Он не просто хотел, знаете, увидеть Иисуса, а он чудо ожидал от Него. И ничего не получил. Знаете, как печально, как многие люди сегодня ждут просто от Бога что-то увидеть. И они думают, что так вера у них появится. Нет. И Иисуса приводит на отломное место, распинается разбойниками. И он молится и говорит, не знают, что делают. Вы знаете, это было правдой. Люди действительно не знали на тот момент, в той эйфории, в той атмосфере, что они делали, что они совершали одно из самых страшных преступлений. Друзья, если мы посмотрим на нашу с вами жизнь, то когда мы жили без Бога, действительно, многие вещи, которые мы делали, мы не знали. Потому что справедливо будет сказано, мы жили в неведении. Мы не знали, что мы делали. Но знаете, что страшно? Мы не знали самой сути греха. Мы грешили. И для нас это было таким естественным. Для нас это было нормой, потому что все так живут. В нашем обиходе и в нашем словаре были такие пословицы. Вы должны знать эти пословицы. Грех воровать, да нельзя миновать. Это наше было понимание. С таким менталитетом мы жили. А что это значит? Приходится поступать так, как обстоятельства складываются. Вот наше понимание грехи. И наша безбожная жизнь, она оправдывалась этим. Грехи наши тяжкие. Это выражение сожаления. Не без греха. Это означает, что ну вот это норма. Или не грех. То есть это позволительно. Не грех и это. Не грех и это. И мы жили от случая к случаю в нашем темном, опасном, в неведении. Грех это бездна. Это пропасть. Если бы мы тогда знали о последствиях греха. Если бы сегодня молодые люди, которые разрушают свою жизнь наркотиками, алкоголем, безбожной, безнравственной жизни знали о тех последствиях греха, которые, может быть, кто-то уже сегодня имеет, они бы никогда не пошли на эту сделку. Они бы никогда так не жили. Если бы мы знали, сколько горя, слез, боли принесет нам грех в нашу жизнь, мы бы никогда не жили. Но мы были в неведении. Мы не знали, насколько он страшен. Насколько он пагубный. Более того, если говорить о грехе, не просто в контексте вот этой нашей земной жизни, когда врачи нам могут просто рассказать, учителя в школе могут нам рассказать о последствиях греха, но в контексте вечности насколько страшный и ужасный грех. Друзья мои, дай Бог многим и многим выйти из такого неведения, выйти из такой тьмы, пробудиться тем, которые спят на краю пропасти, и они не знают об этом. Настолько страшен грех. И вот это дно, его невозможно увидеть. И даже бывает так, что вначале он сладок, приятный, он доставляет нам удовольствие, и мы привязываемся к нему. И нам интересно жить так, бывает даже. Но что мы не знали еще, кроме греха? о последствиях его, о его разрушении. Что мы не знали даже просто о нашем промедлении, о том, когда мы не заботились бежать к Богу, когда глаз Божий стучал, когда, может быть, через уста родителей или кого-то из людей Господь пытался достучаться до многих из нас. Он говорил, остановись, стой, уже все, предел. А мы не видели, мы жили в этом. Мы медлили. Знаете, часто вот в служении мы уже, можно сказать, много времени, больше 30 лет. И я так часто замечал свидетельства от людей старшего возраста и даже будучи молодым, помоложе, я слышал от людей, вот если бы я покаялся пораньше, вы слышали когда-нибудь такое? Вот если бы мне молодые годы сейчас, вот с таким откровением сейчас, с каким люди с сожалением говорят, что и знаете, причина, а я вам скажу, причина неведения, причина того, что медлили, причина того, что мы не знали и не понимали, что наша вот эта медлительность, она была очень опасна для нас. А что мы знали о себе вообще? Мы о себе ничего не знали. Мы установили свою праведность. Знаете, на этой земле человек, каждый человек испытывает трудности, он знает, что такое боль, что такое предательство. Каждый человек. И мы устанавливали свою самоправедность самоправедность на основании того горького опыта. Знаете, как многие люди живут по какому правилу? Вот у меня были такие трудности в детстве, вот у меня трудности были такие, поэтому я такой. И это оправдание. Но я скажу, это не оправдание, твоя самоправедность. Это то, что установлено тобой. Это не то, что Бог установил. Это то, чтобы тебе повод продолжать жить в твоем неведении и думать, что ты оправдаешься перед Богом этим. Это неведение. Иудеи, которые имели закон, знаете, гордость иудейской нации в том, что, как апостол Павел говорит, великое преимущество быть иудеем во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Да еще Бог в такой форме дал им на горе Синай, на каменных скрыжалях, не рукописно, но сверхъестественно Бог дал им эти десять заповедей. И этот народ, он всегда держал это в святости, он хранил это и хранит по сей день, что Бог дал им вот этот нравственный кодекс, который является основанием для любой нации сегодня. Но они, имея в руках Божий закон, установили свою собственную праведность. Праведность не от Христа. Друзья мои, оказывается, когда мы имеем в руках Библию, не читаем, не изучаем, не живем, не знаем то, что Христос сделал для нас, мы можем оставаться в неведении, мы можем оставаться во тьме. иудеи убивали Христа, они смотрели на Него, как на преступника. Он умирал за них, он молится за них, даже те римские воины, тот сотник, который стоял, он уверовал, он вдруг увидел, вдруг глаза его открылись, вдруг из тьмы он пришел в этот свет, из неведения во свет пришел и увидел, да, он Сын Божий. Человеку очень сложно признать, что он в неведении. Мы чаще говорим, что мы знаем много. Некоторые из нас, мы думаем, что вся мудрость на кончике нашего языка, что мы можем в любую жизненную ситуацию дать совет, когда к нам приходят, у нас всегда есть ответ, это у тебя поэтому так, это так, это так. Нам сложно признать свое неведение. Мы думаем, что мы знаем все. Но я понял, друзья, одну простую вещь, что великие дела, когда мы признаемся перед Богом в нашем неведении о том, что мы не знаем все. И великие благословения следуют, когда Он просвещает нас и вразумляет, и открывается нам. И это великое благословение для церкви, для верующих, для детей Божьих, когда Бог Духом Святым просвещает, как апостол Павел говорил, очи твоего сердца, не на те вещи, которые где-то там далеко, и они не касаются тебя, но на то, что касается тебя, твоей жизни, твоей семьи, твоих близких, того, чем наполнено твое сердце, сегодня, может быть, тревогой, страхами, переживаниями, вот Бог проливает свет свой с небес на все это, через свой Дух Святой, и я верю, что это великое благословение для церкви сегодня. Аминь. Знаете, какая мысль, друзья, следует из того, что мы рассуждаем с вами сегодня, говоря о неведении? Я должен сказать, что неведение для нас все-таки не является оправданием. Когда идет судебный процесс, судья может учитывать неведение человека. Это как смещающее обстоятельство, но это не решает того, что человек будет оправдан. Есть такое выражение, незнание закона не освобождает человека от ответственности. А как же Бог, а как же ты смотришь Господь на нашу жизнь? Знаете, если мы нарушали закон Божий и мы не знали, грех нашей жизни не перестал быть грехом. Саввел, знаете, такого человека в Библии, дыша угрозами, шел на то, чтобы убивать христиан. В большой степени он был более чем просвещенный человек многие из нас, потому что он получил на то время самое высокое религиозное образование, воспитываясь у него Гамалиила, как Библия говорит о нем. Но он был во тьме, он шел, преследуя христиан и предавая их в темнице, предавая смерть. но в один день, когда Бог остановился у него на пути и Господь обратился к нему, Саввел, Саввел, что ты идешь против рожна, трудно тебе идти. И будущий апостол Павел говорит, Господи, что повелишь делать? Знаете, когда вот ты жил во тьме и вдруг ты ощутился, свет включили, ты понял, что ты наделал. всю свою жизнь, христианскую жизнь, когда он уже будучи апостолом, он говорил с сожалением о той прошлой жизни, он говорил, я был некий изверг, я не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Апостол Павел, который так много послужил, он, знаете, смирял себя вот тем, тем прежним опытом, тем неведением, которым он находился и говорил, делился это с такой печалью и болью, говорил, что как жаль, что я прожил вот то время вот так, не зная Бога. Когда мы жили в неведении, мы не знали, вы знаете, беда в том, что мы не думали, что мы жили неправильно. Многие люди сегодня живут, может быть, в своей субкультуре, даже соблюдая какие-то свои традиции и так дальше, и они не задумываются тому, что правильно у них жизнь, неправильно. Главное, вот быть вот в этой, оставаться в этой субкультуре. Когда старшее поколение смотрит на молодых, и часто мы говорим, что вот они не думают, что делают. Может быть, и так, они идут и делают молодые, не думая, но когда старшее поколение, у которых не так много времени остаются в своем неведении, вот здесь вопрос. Вы знаете, когда у нас есть какое-то поле, мы его возделываем, огород, мы садим картошку, мы что-то сеем, и каждый раз, какой бы культуры мы ни засеивали это поле, нам нужно делать одну вещь всем. Кто садит картошку, кто сеет какие-либо семена, нужно убирать сорняки. И если это поле оставить просто год, два, как вы думаете, там вырастет хорошая культура? Нет. Вы даже не удивитесь от того, что я скажу, там не вырастет хорошая культура. Если вы оставите свое поле и придете через год и два будете ожидать, что там вырастет хорошая культура, с вас будут смеяться, потому что там будут вырасят сорняки, причем в огромном ассортименте. не такие ли наши сердца, которые остаются в неведении? Если мы думаем, что мы ходим, живем в отме и Слово Божие не касается нас, не производит нас ничего, Дух Божий ничего не воздействует в нас, неужели мы думаем, что наша естественная греховная природа даст нам что-то хорошее? Неужели мы думаем, что наши дети, которые не нуждаются в финансах, мы даем им возможности и так дальше, но если мы не молимся и не занимаемся их духовной стороной, мы думаем, что там что-то произойдет хорошее, мы ошибаемся, потому что человек в естественном греховном состоянии там только вырастают сорняки, там только грехи процветают. Аминь. Друзья, это простые истины, и вот Иисус молится, и вы знаете, Он говорит, не знает, что делает, и это как аргумент пред Отцом, прости им, потому что не знает, Он все-таки ходатайствует за нас, Он все-таки просит милости, и Он был услышан, как Библия говорит, за свое благоговение, смирение, Он был услышан, это молитва пересвященническая, это то, каждый из нас, мы включены в этой молитве, потому что если хоть и Пилат умыл руки и, может быть, думал, что он не имеет отношения ко Христу, каждый человек, живущий на этой земле, он имеет отношения ко Христу, так или иначе, у каждого сегодня должен был сделан выбор по отношению ко Христу. И сам Пилат говорит, что я сделаю Иисусу, называемому Христом, когда Он стоял перед Ним? Что я сделаю? Что ты сделаешь со Христом сегодня? Примешь ли ты Его в свое сердце? Обратишься ты к Нему? Выйдешь ли ты из своего невидения и примешь ли ты дар прощения? Вот то прощение, о котором Господь молится здесь. Потому что прощение, друзья, мы можем только здесь обрести. Мир, истинный покой в сердце Божьей благодати мы можем обрести только через Христа. Никто не сделал для человека то, что сделал Христос. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Иисус Христос. Незадолго после того, то, что произошло, все эти события, вы знаете, как в книге Деяниях апостолов описано, когда апостолы проповедовали, и эти же люди, и там уже было не горсть людей, а там тысячи людей были, когда Петр проповедовал, и Дух Божий сошел на этих людей, они в покаяние пришли. И Петр прямо говорил, не подбирая слова, вы убили начальника жизни, вы распяли его руками беззаконными. И эти люди говорили, что нам делать, чтобы спастись. Дух Святой пришел, просветил их, они увидели себя, что они сделали. Даже в тот момент, когда они распяли, и когда вот эти знамения были, тьма покрыла землю, многие бежали с этой Голговской горы, били себя в грудь, и кричали, что нам делать, куда нам спрятаться, что мы наделали. Вот оно пришло просвещение. Я хочу обратиться к тем людям, может быть, кто-то сегодня в этом зале, вы еще не знаете даже о своем грехе, вы не знаете о том, что ваша жизнь, тот факт, то, что ты на этой земле, уже имеет отношение ко Христу, потому что Иисус заплатил за твои грехи, которых ты, может быть, не знаешь сегодня. Ты не думаешь о том, что это грехи, ты не знаешь, что это грехи. Но если Бог послал своего Сына, и Иисус сделал то, что Он сделал, Он умер за наши грехи, это означает следующее, что никто своими силами и своей праведностью спастись не может. Если Господь увидел такую нужду человечества, что все человечество находится во мраке греха и в невидении, то это означает, что никто не может спасти свои праведности. И это означает, что каждый из нас имеет все-таки отношение к Иисусу Христу. И оно простое. Примешь ли ты дар спасения, примешь ли ты Его прощение, примешь ли ты Его любовь, Его благодать, когда Он обращается к тебе и говорит, я люблю тебя, я желаю простить тебя. И эта молитва была за тебя. из-за меня, из-за каждого из нас. Прости им, ибо не знают, что делают. Я бы хотел, чтобы те люди, может быть, которые не знают о том, что сделал Христос, серьезно отнеслись к этому факту, не просто историческому, а тому, что говорит Слово Божие сейчас тебе. И задуматься о своей жизни. пусть эта истина, она побудит тебя задуматься, на каких путях. И действительно ли, я знаю Бога, Бог действительно любит тебя. Давайте мы встанем. И я хочу обратиться вначале к этим людям, кто еще не обращался ко Христу. Этот вопрос для каждого человека на этой земле должен быть однозначным. Я должен быть уверен в том, что когда моя земная жизнь закончится, когда я пристану пред Господом, я должен быть уверен, что я не буду осужден с теми, которые не веровали, не приняли. Библия говорит нам, что те, которые уверовали, уверовали, приняли Его, Он дал власть быть чадами Божьими. Они уже не чада гнева. Они уже не живут в страхе ожидания суда Божьего. Но они живут с верой в то, что они оправданы кровью Христа. Иисус Христос за тебя заплатил. Справедливый гнев Божий излился на Сына Божьего, чтобы Он не излился на тебя в день суда. Я часто вспоминаю слова псалмопевца, который говорит, кто знает силу гнева твоего? 89-й псалом. Но кто знает силу гнева Божьего? Братья и сестры, еще никто. А знаете почему? Потому что Он еще не изливался. Но Библия говорит, что будет день, когда Бог изольет свой гнев на тех, которые не приняли Его, на тех, которым Бог предлагал такую жертву своего Сына, на Которого был излит этот гнев. Справедливым будет то, что в день суда этот гнев придет на них. Но тебе не нужно ожидать этого суда, если ты принимаешь Иисуса Христа. ты будешь оправдан. Друзья, мы можем говорить историческими фактами, мы можем говорить с юридической стороны, Бог все совершил. Бог все абсолютно совершил. Когда Иисус умер на кресте, Он сказал, совершилось. Это совершенная жертва. Тебе нечего волноваться, переживать. Все просто. Прими, и будешь оправдан. Прими, как того, кто умер, за твои грехи. Прими, как того, кто пострадал за тебя, и ты будешь оправдан. Исповедуй его своим Господом, как Библия говорит. Следуй простым словам Священного Писания, чтобы быть спасенным. Я хочу обратиться, может быть, ты сегодня в этом зале, ты не принимал Христа, ты не знаешь, ты живешь в страхе. Мы будем молиться за тебя сегодня. Подними свою руку. И сегодня, прямо в этот день, прими Христа в свое сердце. И мы будем молиться. Есть в этом собрании люди, кто хотел бы обратиться ко Христу, помолиться этой молитвой обращения. Просто дайте знать, поднимите вашу руку, мы будем молиться вместе с вами. Есть такие люди в этом собрании. Если вы не уверены в том, что ваша жизнь закончится, вы не имеете этого мира с Богом. Сегодня, Библия говорит, день спасения. Сегодня время благоприятное. Все спасены, все уверовали. Или может быть есть кто-то, кто хотел бы обратиться к Господу в молитве. Есть такие люди, нет? Может быть, вы смотрите нас и вы с нами в эфире. Я хотел бы вместе с вами помолиться этой молитвой. Давайте мы склоним головы церкови и помолимся. Дорогой Господь, Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя Сына твоего Иисуса Христа. Я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий, Который умер за меня и воскрес мое оправдание. Господь, прости все мои грехи, будь моим Господом и Спасителем. Моя жизнь в твоих руках. Благосови меня и сохрани меня для своего Царства. Слава тебе. Аминь. Дорогой друг, когда ты так помолился, верь, что Бог слышал твою молитву. И вы можете сообщить нам о вашей молитве, о том, что вы приняли сегодня это решение по телефону горячей линии, который перед вами. Пусть Бог благословит вас. Церковь Божия, давайте мы еще присядем на некоторое время. И я бы хотел зачитать вам, напомнить то, что уже звучит на каждом служении хлебопреломлении. И апостол Павел увещевая нас, это послание Коринфянам 11 глава с 23 стиха, Павел говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и вас благодарил, преломил, сказал, примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое. Это творите в мое воспоминание. Та же чашу после вечерии сказал, «Сия чаша, есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Тот завет, в котором мы с вами находимся, представлен здесь апостолом Павлом. Он говорит, эта чаша есть новый завет моей крови. Перед нами чаша, где виноградный сок, перед нами хлеб. Но это символы того, что Господь нам сказал, указывая на тот завет, в котором мы находимся. Я заметил, что многие люди, даже верующие, они стараются, ну вот, хлебопроломнение, для них именно это хорошо, что нам нужно быть. Мы действительно приходим. Но, друзья мои, пусть это не будет таким отношением только потому, что вот мы придаем этому какой-то такой смысл, знаете, ну, просто таинственности или какой-то того, что мы очищаемся через это или еще что-то. Я хотел бы особенно подчеркнуть то, что Павел говорит, да испытывает себя человек. Когда мы приступаем к заповеди Божьей, это замечательно, потому что в самой сути эта заповедь, это подтверждение того, что Бог благословляет нас через это служение. Это чаша благословения. Для церкви это чаша благословения. Для верующих. Для тех, которые не просто называются, но стараются жить христианской жизнью, ходят в Божьих заповедях, служат Господу. Но все же Павел говорит, да испытывает же себя человек. И он дважды говорит об этом. То есть мы должны исследовать свои сердца. И мы не должны думать, что я приду и после заповеди я, ну, Бог меня как-то простит. Нет. это было бы неправильно, неверно. И это наше неведение, в котором мы собственны, наше неведение. Но мы должны понимать, что мы должны приступать с чистым сердцем. Мы должны уже иметь мир с Богом, с ближними, к тому, чтобы приступать к этой заповеди. Это важное условие. Я помню, как мои родители шли в церковь, и в тех церквях ранее там практиковалось, омывали ноги и так дальше. Братья, была комната специально отведенная отдельно, когда братья мыли ноги братьям, сестры, совершали это служение. И, знаете, я так думал, ну, это тоже как может стать таким ритуалом некоторым, чтобы свою совесть как-то успокоить. Но, знаешь, не так просто мыть ноги тому, кого ты не любишь. Все-таки в этой традиции иудейской это было нормально, естественно, когда приходили люди, оказывали им такую честь. Не так просто это сделать, потому что это еще не есть высшая форма любви. Иисус омыл ноги и пошел на крест. Его предали, плевали в лицо, били. Он омыл ноги, пошел на крест, и на кресте молятся, прости им, ибо они знают, что делать. Поэтому, дорогой друг, отнесись к тому, чтобы, как говорит апостол Павел, здесь да испытываешь от себя человек. В чем я должен себя испытать? А может быть, я обиду вынашиваю, горечь? Или, может быть, я на кого-то кого-то обидел? Надо попросить прощения. Вот в этом плане мы должны испытать себя. Вопрос мир, в сердце. Этот мир зависит от наших с вами отношений. Этот мир в сердце зависит, а если у нас отношения хорошие друг с другом, то у нас не будет препятствий в молитвах в отношении к Богу. Так или нет? Почему Библия говорит, что мужья обращайте своими женами как? Как с немощным сосудом. Почему? Чтобы не было вам препятствий, молитвы. Почему наши молитвы отягощены? Да потому что мы обижаем людей, мы раним тех, кто, даже тех, кого мы близкие люди, рядом. Мы не говорим о врагах. когда-то Дарьк принц указал на такую, знаете, такая проекция, крест, на котором был распят наш Господь Иисус Христос. Его руки были растянуты и прибиты гвоздями. И вот эта вертикальная часть, она символизирует наши с вами отношения друг с другом. Иисус говорит, если любите Меня, то заповеди Мои соблюдите, они не тяжелые. И Он говорит, любите друг друга. Вот эти отношения. Но если у нас есть эти отношения, у нас будут отношения и с Богом, тогда вертикальная часть наша, она будет установлена. Отношения с Богом. И вот апостол Павел как раз об этом говорит, что у нас должны быть отношения друг с другом и с Богом. И тогда вот это великое благословение, которое для церкви через это служение, оно является нашим неотъемлемым благословением. Никто не может у тебя забрать это благословение. Ни дьявол и ничто. Аминь. Ничто не может лишить тебя этого величайшего Божьего благословения, когда ты ходишь во свете когда ты не во тьме а ты во свете. А этот свет заключается в том, что да, действительно, любовь к ближнему. Вот мои ближние, вот мои братья, сестры, вот мои родные. И вот мои отношения с Богом через Сына Его Иисуса Христа. Да благословит Господь каждого в этом собрании. Давайте мы встанем